В IT-лицее Казанского федерального оборудован новый класс с уникальной робототехникой. Ректор университета Ильшат Гафуров посетил эти классы и лично проконтролировал работу новейшего оборудования и то, как оно применяется на практике. Были продемонстрированы роботы-пауки, учитель-робот-ева и конструкторские наборы для дальнейшей сборки роботов. Было очень важно, чтобы наши лицеисты после плановых занятий имели возможность что-то самостоятельно конструировать. Аналогичные, но более сложные системы устанавливаются в инженерном институте, в высшей школе информационных систем и технологий. Я думаю, это разные ступени подготовки специалистов для работы в этой области. Такие классы были оборудованы благодаря компании «Андроидная техника», с которой Казанский федеральный подписал соглашение о сотрудничестве около трех лет назад. И сейчас эти идеи уже воплощаются в жизнь. Мы ведем активные проекты по различным программам, открыт ряд лабораторий в инженерном институте Казанского федерального университета. И на данный момент в IT-лицее открыт класс, который, можно сказать, аналогов в России нет. Это класс по робототехнике биоморфной. Казанский федеральный университет является одним из самых инновационных вузов в России, с которыми приятно сотрудничать и которые открыты к новым идеям. И они смело воплощают идеи шестого технологического процесса в жизни. Уже в середине февраля этого года школьники впервые смогут прикоснуться к настоящим роботам. Здесь будет проходить такая постоянная работа, такой лабораторный комплекс, практикум, технопарк, как угодно это можно назвать. То есть здесь планируется, что помещение будет открыто, но, конечно, с дежурным каким-то сотрудником, который будет следить за порядком. И, во-первых, это, конечно, наши школьники, которые будут здесь заниматься. Потом студенты инженерного института, которые здесь будут проходить практику и будут в том числе заниматься нашими школьниками. Они научатся программировать андроидных и биоморфных роботов, а также попробуют собрать их сами. И уже поступая в университет, они будут иметь навык работы с робототехникой. Мы можем каждый день говорить о работе техники, обойти направление. Но лучше это научиться делать со школьницами. И складывается все это в седьмом, восьмом, девятом классе. Мы должны сделать так, чтобы наши выпускники легко находили себе работу и были востребованы в любых областях. Сейчас применение роботов очень обширно. Они задействованы в разных сферах. К примеру, промышленной, медицинской или социальной. Поэтому использование робототехники в специализированных классах позволит IT-лицею Казанского федерального вывести учебный процесс на новый уровень. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз.